Дорогие друзья, всем большой привет! Прикольный вид на это? Будем производить съемку задним ходом. Если вы как сейчас догадались, я иду задом, потому что на меня светит солнце, и как раз качество видео будет отличным. Ну что, ребята, сегодня хотел ответить на ваши очень часто задаваемые вопросы, самые-самые часто, их будет 5 сегодня. Ну а остальные вопросы, которые хотели бы вы задать мне, оставляйте в описании под видео, на них я в следующем выпуске обязательно отвечу. Давайте, ребята, начну отвечать на ваши вопросы, и первый самый такой часто задаваемый вопрос, на который приходится отвечать каждый день. Вопрос звучит так, на какой гитаре я сейчас играю? То есть ту гитару, которую сейчас вы видите на последних каверах и разборах, называется Ibanez PF15EC. Вот такая вот гитара, брал я ее в районе 16 тысяч, сейчас она стоит уже 18-19, да, но цены растут. Вот на Ibanez играю на данный момент, а сейчас у нас как раз сентябрь 2016 года, вот на этой гитаре продолжаю снимать для вас ролики. До этого у меня еще были другие гитары, но их было не совсем много на самом деле, ребята, как вы думаете. Самая первая гитара, знаете, какая у меня была? В компании Team гитара, из жевского производства, такая плюшевенькая, на ней нейлоновые струны у меня стояли, то есть я сразу на нейлоне сначала учился играть. Вторая гитара у меня гитара Adams, черная. Наверное, по многочисленным видео эту гитару знаете, потому что очень долгое время на эту гитару я снимал ролики. Потом третья гитара Martinus, FAK 603CEQ называется. Если что, название оставлю в описании под видео, чтобы вы уж точно нашли. Эта гитара у меня еще, она дома находится, это классическая гитара, она подключается с подключкой, как и ибанес, кстати, тоже со звукоснимателем, то есть ее можно подключить и играть на концерте. Вот, кстати, Martinus продаю, если хотите, можете взять. Недорого, 9 тысяч всего лишь. Но остальные гитары, которые вы видели на видео моих, это уже не мои гитары, как понимаете. Часто я записывал видео в музыкальных школах, то есть там же огромное количество различных гитар, и там есть, кстати, очень-очень классная гитара, называется Quenza. Испанская, походу, она очень дорогая, но на эту гитару я, знаете, какой ролик снимал? Дидюлю, легенда. Можете послушать, если что, тоже ссылочку оставлю под видео. Очень просто, хорошо звучит. Если у вас есть деньги, можете приобрести эту самую гитару. Так, солнце на меня падает. Так. Ну и часто спрашиваете, ребята, какую взять гитару. В описании под видео оставлю ссылочку на видео, где я учу ребят, как правильно выбирать гитару, то есть во время покупки что смотреть. Фирма не самый главный критерий в выборе гитары. Что я советую ребятам, это гитару Ibanez и Fender. Ну, из недорогих, да? А если всё-таки есть деньги, советую взять гитару Martin. Очень качественная гитара, но она будет очень дорого стоить для вас. Второй вопрос, ребята, звучит так. Какими струнами пользуюсь? Какой компанией, фирмой? По этому поводу я уже свою мысль толкал вам, то есть неважно вообще какая фирма, всё равно эти струны менять через месяца три, а то и полгода. Можно быстрее менять, через месяц даже. Сейчас у меня на Ibanez стоят струны компании DADARIO. 10 мм, кстати, толщина первой струны. Довольно тонкие, поэтому спокойно, легко зажимаю. До этого у меня стояли, оказывается, струны, у которых была толщина 12 мм. Это довольно толстые струны, то есть, ну, они звучат пожирнее, помощнее. Сейчас вот буду менять эти струны на струны фирмы ELIXIR. Хочу попробовать. Ребята, сразу скажу, не самые дешёвые струны ELIXIR. Стоит около 1000 рублей, но я хочу попробовать, поставить. Они у меня сейчас будут 12-мм. То есть толще будут, чем те, которые сейчас стоят, и будет звук жирнее. Но будет, конечно же, сложнее мне зажимать, как вы сами понимаете. Поэтому я хочу нижний порожек чуть-чуть спустить. То есть у меня несколько порожков есть. Один для тоненьких струн, другой для толстых. Вот. Самый низкий порожек сейчас поставлю, чтобы толстые струны не так высоко над грифом располагались. До этого я очень разных фирм использовал струны, ребята. Компании Fender, Olympus и всякие такие. Но это не особо важно. Говорю же, средние струны берите. То есть в среднем диапазоне по цене 300-400 рублей. И всё у вас отлично будет. Просто чаще меняйте. Вначале звук вообще классный же у струн. Металлический такой. Потом он ухудшается. Но это ничего. Просто меняйте. Следующий вопрос, ребята. Вы спрашиваете, как я научился петь. То есть дай совет, как научиться хорошо петь, как и ты. Ребята, это, конечно, не инструмент, чтобы там говорить. Сюда нажми, сюда. Это более такой щепетильный, сложный вопрос. Когда я сам начинал, я сам не понял, как я начал петь. То есть возвращаясь с музыкальной школы, я всё, что играл на баяне, потом пытался ртом напевать. Ну, просто хорошее настроение было там. И напевал. Вот таким вот способом у меня, походу, и голос развивался чуть-чуть. Но, знаете, давайте сделаем так. Какой совет вам хочу дать? То есть открывайте YouTube, пишите уроки вокала. Там по-любому они есть. Например, уроки Вероники Воршип. У неё там есть пару уроков. И начинаете смотреть и тренироваться. То есть люди как занимаются. Они берут гитару и там что-то себе бубнят под нос. То есть если ты хочешь нормально относиться к этому вопросу, занятиям, нужно серьёзно подходить, то есть уверенно садиться и целиком отдаваться этому процессу. То есть не в лёгкую там ла-ла, ла-ла, а прямо ла-ла-ла отдачи. То есть, да, напором нужно каждое слово проговаривать, петь. Это очень важно. Друзья, четвёртый вопрос звучит таким образом. Как я начал свою музыкальную карьеру, где я научился играть на гитаре и на баяне. Ну и кто был моим учителем. Всё началось с того, что у меня есть дедушка. Он ещё жив. Сегодня вот как раз 4 сентября. У него день рождения. Ну, в общем, он умеет играть на баяне, самоучка. И когда я был маленьким, он учил меня играть всякие мелодии мелкие. Вот с этого всё и началось. Они увидели, что у меня есть способности. И, в общем, отдали музыкальную школу. Там я проучился 5 лет. Честно скажу, учился так, неувлечённо. Самому даже не нравилось. Ну, может, первые два класса ещё нравилось. Потом я закончил и думал, всё, уже больше никогда не прикоснусь к этому инструменту. Но случилось так, что я связал даже свою жизнь с музыкой и именно с баяном. Учусь в консерватории на 4 курсе. В этом году заканчиваю. По классу баяна учусь, кстати. Когда я окончил музыкальную школу уже по баяну, увлёкся гитарой и самостоятельно занимался дома. То есть нашёл хорошие аккорды для гитары. Хорошие, сказать, простые. И изучал обычные песни группы Чаев и группы Звери. И этого было достаточно. Достаточно было знать всего лишь несколько аккордов, чтобы играть песни этих групп. Но потом уже решил поступить в музыкальную школу ещё раз, только уже по классу гитары. И три года там проучился. Там вот я учился очень даже отлично, увлечённый, самому нравилось. Ну и после этого уже, как сами понимаете, сам сейчас занимаюсь. Учили, конечно же, музыкальную школу по классической школе. То есть без всяких там боёв, без лишних движений, так скажем. Всё, что вы сейчас видите на роликах, это уже я сам научился. Поэтому, о чём это говорит? Можно самому научиться играть. То есть если вы не хотите какие-то сложные мелодии играть, из классики, спокойно можно играть аккордами, боями. Даже довольно классно. На пятый вопрос, друзья, отвечу прямо из ту опции. Включаю. И, ребята, пятый вопрос звучит таким образом. Как научиться играть на гитаре? Ну как, как, ребята? Есть несколько способов обучиться играть на гитаре. Самое первое, если вы ещё маленький, можете записаться в музыкальную школу. Вам там дадут базу классической гитары. Но сейчас есть и всякие другие там музыкальные школы, где обучают эстрадному искусству, эстрадной гитаре, джазовой гитаре, джазовой импровизации и прочее. Есть частные школы, да? Но там уже дороже будет. Можете приобрести или скачать всякие самоучители, книжечки в интернете. Их тоже полным-полно. Особенно полно советских самоучителей, которые как раз-таки учат по принципу музыкальной школы. Ну, обычно стандартной. И ещё что? Можете брать индивидуальные уроки лично в своём городе у какого-нибудь специалиста. Возьмёте там пару уроков, он покажет основы. Вы тренируетесь, потом приходите ещё. То есть не обязательно каждую неделю. Ну, каждую неделю желательно. Один урок взяли, обучились. Всё, что он рассказал дальше. Взяли второй урок на следующей неделе. Можете по скайпу брать уроки. Например, у меня на сайте arslammusic.ru я оставил там прайс-лист, где вы можете посмотреть, сколько стоят частные уроки. Потому что сейчас не буду говорить, потому что цены всегда меняются. Невозможно предугадать, как всё это будет. Ну и, конечно же, сейчас очень модно обучаться по Ютубу. То есть огромное количество уроков по игре на гитаре есть на Ютубе. Также у меня на канале Ктижине Музыканты, на котором ты сейчас смотришь данный ролик, есть четыре урока под названием «Быстрое обучение игре на гитаре», где я самую-самую такую основную базу даю ребятам. То есть она бесплатная, можно посмотреть и уже ощутить результат. Потому что многие пишут, что просмотрев эти уроки, сразу был результат. Ну и если вы хотите уже пройти мой путь, который я прошёл в музыке, вам нужно скачать курс под названием «Освоим гитару за 7 дней». Выпустил недавно, вот в апреле 2016 года. Посмотрите и приобретайте. Потому что пройдя этот курс, вы действительно научитесь играть на гитаре очень быстро. То есть от уровня начинающего до уровня любителей я там прохожу путь вместе с вами, показываю аккорды, ба-и-и, что такое гитаростроение, посадка, ещё чего, всякую информацию полезную, программы для табулатур и прочее-прочее. Посмотрите, ссылка будет в описании под видео. На этом буду закруглять, ребята, данный ролик. Мы сейчас вот путешествуем с Айнуром по городу Туапсе, а точнее мы уже вышли из города и прониклись в царство лесное и направляемся к Волчьим воротам, где есть прикольные скалы, там ущелья, что ли, с дырочками всякими. И там есть вода, водопадик, всё это мы будем смотреть. Вот даже вот тут очень прикольное место, смотрите. То есть будут ещё сюжеты с такими прикольными местами. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, на основном моём канале также есть рубрика «Ответы на вопросы», которая называется «Парафраз от Раиля». Всё, до скорых встреч, пока!